Инициатива городской власти огородить памятник Дюку цепью с треском провалилась. Еще недавно мэрия рапортовала об успешно завершенном ремонте монумента и о том, что наконец внешний вид Дюка приобрел дореволюционную аутентичность. Спустя всего несколько месяцев после открытия обновленного памятника одесситы и гости города убедились, посадить Дюка на цепь не получилось. Хотели как лучше, получилось как всегда. Инициатива городских властей посадить нашего Дюка на цепь с треском провалилась. Только за последние две недели уже дважды опадали и рвались металлические цепи у подножия памятного решелье. Возможно дело в плохих креплениях у столбиков, а возможно дело просто в некачественной работе. Некачественный металл и очень хорошие у нас активные дети. Предполагалось, что отцепление памятника придаст ему некоторую аутентичность. В позапрошлом веке подножие Дюка было обнесено столбиками, связанными между собой цепями. Примерно такими, как до сих пор можно наблюдать у памятника Воронцову. С другой стороны, почему-то сделанное в 19 веке воронцовское ограждение не смогли оборвать ни время, ни дети вандалы, ни туристы-варвары. Ведь предполагалось, что это отцепление оградей Дюка от нашествия орд-курортников, которые, как известно, не только фотографируются на фоне, но и труд всевозможной барельефной выпуклости. Как оказалось, туристов цепи нисколько не смущают. Они по-прежнему с радостью продолжают обниматься с постаментом и труд его в выдающиеся места. Я думаю, что сама Одесса не очень хочет этого, понимаете. Вообще-то нужен подход к вашему основателю города. И не надо его вот так вот сажать на цепь. Пусть он будет ближе к народу. И вообще наши все должны быть ближе к народу. Наши власти недавно посадили Дюка на цепь, видите, там внизу. Вот так и получается. Цепь сама по себе, Дюк сам по себе, городские власти сами по себе. Поскольку мнение самих одесситов, как всегда, не учитывалось. Да это не, даже не считая, что это цепь какая-то, как будто... А то, что это красоты, как вы сделали, да и все. Да, я не считаю, что это нормально. Ну а какой смысл вообще его на цепь сажать? Я не понимаю, честно скажу. Памятник, памятник. Люди с ним фотографируются, а цепь... Уже порвали. Правильно сделали. При внимательном взгляде на отремонтированный Дюк видны странные пятна на его бронзовом теле и отколотые гранитные грани постамента. Зато под шумок славного дела облагораживания и огораживания статуи можно успешно освоить несколько сотен тысяч, а то и миллионов гривен из городского бюджета, как уже было освоено на выравнивание памятника неизвестному матросу и замену олейных бетонных плит на актуальную дешевую плитку. Алена Фомич, Евгений Войтенко, телекомпания Круг.